День физкультурника – самый равноправный спортивный праздник. На площадку или дистанцию может выйти любой желающий, вне зависимости от степени тренированности. И даже ограниченные физические возможности – не помеха. Например, Иван Новосельцев в точности стрельбы даст фору многим. Конечно, тяжело. Тем более руки не работают. Это очень тяжело. Зато глаз меткий остался. И на празднике множество таких демократичных видов спорта. Настольный теннис, дартс, настольный хоккей, стрит-баскет, велосипедный спринт. А дети с удовольствием участвуют в веселых стартах в спорткомплексе «Юбилейный». Даже для животных нашлась площадка. Среди собак тоже есть и спортсмены, и физкультурники. Шлакш. Бордер-колли и шелфи считаются самые работоспособные собаки. Ну, еще бельгийские овчарки. Вот конкретно вот в этом виде спорта. Одно из главных открытий этого праздника – в Череповце много неучтенных физкультурников. То есть тех, кого не включают в официальную статистику. Поесть, как бы называется, статистика, которая не может этих людей учесть. Ведь все знают про лужину здоровья. Люди катаются. Но их посчитать нельзя, потому что они не ходят регистрироваться, считают, что зачем это нужно. Я занимаюсь здоровьем для себя. Это правильно, в принципе, человек делает. Но здесь самое важное – понять, что нам-то хотелось бы знать, что он занимается спортом. Нашлось место на дне физкультурника и профессионалам. Впервые в Череповце прошли соревнования по спринтерским гонкам на лыжероллерах. Зрелище очень красивое, особенно в исполнении мастеров. А на трассу вышли сильнейшие лыжники северо-западом. Череповчане болели за самого известного череповецкого спринтера Алексея Курицына. Спустя полтора года он вновь решил вернуться на лыжню. На этот раз на финише Алексей уступил своим соперникам и занял третье место. Но на таком празднике и для профессиональных спортсменов главное все-таки участие, а не победа.